Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это Скальпель. Скальпель — это наш инструмент в информационной войне, с помощью которого мы срезаем с глубоко больного тела Российской Федерации гниющую плоть иллюзии обмана, чтобы мы все увидели самую суть происходящего в стране, победившего путинизмом. Стране, которая и так никогда особо не благоухала по сравнению с соседями, начиная с тех времен, когда сидя, бояре, дурной воздух в шубы пускали в Петровские времена, потом крепостничество добавляло свою неповторимую нотку, потом, понятное дело, СССР с его мощным штыном ГУЛАГа, потом стойкий характерный запах гериатрического отделения в Центральном комитете КПСС, потом Ельцинский перегар, но и при Путине, особенно при нынешнем Путине, гниль создает такое амбрешу, хоть святых выносить. Не просто вонь, а отравляющее вещество, расползающееся по соседним странам. И так как россияне этого аромата не чувствуют, принюхались, адаптировались, эволюционировали, чтобы выжить в гниющем воздухе, приходится нам тыкать им в глаза анализатор с зашкаливающей стрелкой. Смотрите, вот, концентрация метана зашкаливает. Да, это у вас сгнило. Делайте хоть что-нибудь. Нет, никто уже не ждет от вас, что вы действительно массово выйдете на улицы, как украинцы в 2014 году, когда почувствовали такую же стойкую вонь гниения из Вильнюса, где большой тупой предмет, бывший тогда президентом Украины, размахивал кулачками перед ангелой Меркель, изображая, как на него давит Путин. Да-да, мы помним несколько миллионов полицейских, давление государственной машины, но делайте хоть что-то, пока мы тут делаем самое главное. Тут, в Украине, уничтожаем не только путинскую военную мощь, но и само будущее путинского режима. И, да, есть ощущение, что этот год принесет долгожданный перелом в этой войне. Да, он к этому все идет, потому что стираются красные линии, Запад уже по-другому настроен, они по-другому реагируют, они достаточно серьезно, видно настрой серьезный такой, продолжать поддерживать Украину, отправлять вооружение, отправлять самолеты, разрешать наносить удары по территории России, поэтому это уже в определенной мере перелом, естественно. Дальше просто необходимо время, чтобы это все начало работать комплексно. И вот когда оно все вместе, и вооружение, которое мы получаем, и поддержка, которая есть, и санкции сейчас там дополнительные и так далее, они все вместе начнут работать, я думаю, что это будет определенный переломный момент. Ведь тогда у Украины появится явно больше возможностей, а у России этих возможностей особо-то не появится. Вот чем вопрос. Поэтому, да, я считаю, что мы имеем основания говорить о том, что перелом, он действительно возможен. Знаете, что самое интересное? Не только мы это чувствуем. Да-да-да, да, вот в тех самых останкинских студиях, где, растопыриваясь как крабы, пропагандисты грозно раскидывались сроками, помните, от трех дней до полутора месяцев народного доверия, а потом страшно шевелили усиками по поводу замерзающих хохлов, теперь истерично смеясь они растопыриваются еще шире. Но уже по поводу того, а можно ли победить ядерную державу? Хм, какая интересная тенденция. Нельзя ядерную державу победить на поле боя. Можно конфликт затянуть, можно что угодно делать, внутренние процессы внутри страны там производить какие-то, но ядерную державу невозможно победить без ядерной войны. СССР с вами бы поспорил. Правильно, я вам и говорю, только изнутри. Абсолютно правильно, только изнутри. Снаружи ее не победить никак, невозможно. А изнутри, да, на это они тоже рассчитывают. И рассчитывали очень сильно на пятую колонну, но не получилось. О, чувствуете мощный квасной такой запах? Кислый, с дрожжами. Это, ребята, страх. Страх, который пытаются скрыть за бравадой. Потому что нельзя оккупировать ядерную державу. Это правда, таких случаев в истории не было, я не помню. Но фишка в том, что оккупировать Россию, завоевывать Россию, никто и не собирается, это никому нафиг не нужно. Ну, право слово. А вот история, когда ядерная держава сунулась в соседнюю страну, намереваясь ее подчинить своему влиянию, и отгребла? Есть. Россиянам в этом смысле даже ходить далеко не надо. Могут у своих новых дружков, талибов, поспрашивать. Могут просто в истории покопаться неглубоко. А, Афганистан. Ядерная держава отгребла от бородатых мужиков в тапках, в странных штанах, но со стингерами. Отгребла и отползла. По мосту дружбы, через Амударию. Бинго. Можете повторить. Вы же любите толдычить? Можем повторить. Вот и повторяйте. А по поводу развала изнутри тоже не все так просто. Ну, в смысле, рано Алексей Александрович откупорил шампанское. Пятая колонна, она у вас такая пятая, что входит в состав всех четырех колонн. Тенденции тоже есть очень любопытные. Ведь не случайно Эльвира Набиулина увеличила свою охрану после того, как ставка процентная повысилась с 20% ставка рефинансирования. И, соответственно, это тоже делает бизнес расти просто невозможным. То есть малый и средний бизнес умер. И можно уже ставить памятник. Не такой большой бронзовый, как у Пригожина, а такие маленькие памятнички во всех тех местах, где раньше были магазины, а теперь их нет. И из этого следует, что каждый россиянин на себе почувствует даже не столько повышение этих налогов, сколько дикую инфляцию, дикый рост сел, который уже сейчас происходит. Конечно, статистика его не показывает, но в магазин-то ты ходишь каждый день, и ты цены видишь каждый день. А интересно, как девки пляшут, правда, товарищ Журавлев? То есть это получается, что та самая пятая колонна, которая может развалить ядерную державу, она просто в магазин ходит, за коммуналочку платит, просто мерзнет в домах с коллапсирующим ЖКХ, или просто закрывает магазин. В общем, у каждого свой путь в пятую колонну. И на самом деле, все, что нужно для превращения истинного ленинца и коммуниста по портбилету в пятую колонну, которая выходит на улицы столицы миллионами, это стойкий запах гнили из Кремля. Тут, кстати, ставьте птицу, это уже есть. И второе, это четкое, на уровне вот такого, солнечного сплетения, такого физического ощущения, что власть слабеет. Тут пока оставляем пустую ячейку, над этим мы еще работаем. Но довольно, кстати, активно работаем. Мы, украинцы, активнее, Запад чуть пассивнее, но в общем и целом получается, хоть и медленно, но достаточно неумолимо. Просто сравните тенденции 2022 года и 2024 с точки зрения российской уверенности в победе. И это мы еще по базам на глубину в 300 километров ракетами не били. На данном этапе, с точки зрения военной стратегии Украины, нанесение ударов по территории вглубь России это единственный способ изменить характер войны. Это вот то, чего они хотят. То есть это то, последний козырь, который у них остался. Ну почему же единственное? Нет, далеко не единственное. На самом деле, это даже не второстепенное средство для изменения хода войны. Первостепенное на линии фронта. Все как по учебнику. Сначала паритет, потом преимущество в воздухе. На отдельных участках. Подготовленные и вооруженные бригады. Слышали, кстати? Одна из них будет французская, вторая, говорят, немецкая. Ну, в том смысле, что подготовлены на территории Франции и Германии. Наверное. Такой лафы, как летом прошлого года, уже не будет, когда наши бронегруппы, российские вертолеты и самолеты бомбили на стадии выдвижения. Да, будет сложно. Невероятно сложно. Но уже веселее. Россия же свои укрепления строила, не учитывая, что их будут выносить высокоточными бетонобойными бомбами с Миражей и Ф-16. Так что удары по России – это очень важный инструмент, но далеко не основной. И, кстати, таким неосновным его делает и в том числе такое удивительное качество российского народа, как пофигизм, как жестокость и как наплевательство на своих же сограждан. И я сейчас даже не о генералах, отправляющих мясо в мясорубку. Нет. Я вообще обо всех россиянах. И это факт. А что касается России, я думаю, что большинство населения по-прежнему все равно. Им абсолютно как-то оно все до фея не складывается, такое впечатление. Но для нас самое важное что? Что каждый удар имеет практические последствия. Когда практические последствия начнут сказываться на жизни населения в худшую сторону, они непременно начнут, тогда они начнут это и чувствовать. Тогда они всех начнут винить, власти российские, что это все из-за так называемой СВО, война, которая продолжается, обещали так быстро закончить. Вот оно должно сложиться. Потому что я скажу, ну это вообще свидетельствует о глубокой болезни общества. О глубокой, потому что состояние, когда человек человеку волк и абсолютно безразличие по поводу того, что на твоей территории происходит, и пускай горит, ну горит, подумаешь, ну горит. Ну все. Эмоция там исходная, мы слышим, кто-то, кто снимает на телефон. Ой, там какие-то эмоции, маты и так далее. Все, все, все. Ну и все. Тут белгородцы могли бы, кстати, много и подробно рассказать, как им вся Россия сочувствует, как им вся Россия помогает, но они не могут. Они сидят в подвалах самого безопасного города России. Потому что война как-то для них вдруг и неожиданно вышла из телевизоров и лезвием косы так постучалась в окно, разбив его в дребезги. Вроде как ударная волна, да, а на самом деле это война костлявая пришла. И как люди из остальных регионов России их прям вот поддерживаются, прям помогают от всей души. Вообще по красоте было, когда шебекинцы, да, это маленький городок в Белгородской области, они бежали в Белгород, а белгородцы им цены на аренду поднимали. А еще о том, насколько душевное общество построил свет ваш Владимир Владимирович, наверное, могут рассказать инвалиды вообще. И инвалиды СВО в частности. Ну, такое слово, как инклюзивность, нынче в России вообще чуть ли не матерным становится, да. Но и до войны инвалидам в самой лучшей и самой богатой стране в мире жилось, мягко говоря, похуже, чем в презренной Европе. Мягко говоря. С точки зрения пандусов, лифтов специальных, систем, какие-то программ государственных, работающих они для распила. А количество инвалидов с 2022 года почему-то растет. Вот инфографика за 2022 год. Красиво, да, по красоте. Интересно, почему такой рост? Ума не приложу. Так это за 2022 год. Это когда потери российской армии были поменьше, чем сейчас. Это еще не было Бахмута, не было летней кампании 23-го года с такими потерями в обороне, что волосы шевелились. Наверное, первый в истории случай, когда войска в обороне несли потери большие, чем наступающие. А потом же вот это наступление началось российское, да, и потери вообще начали рекорды бить. Так что сейчас, я думаю, вот эти вот цифры инвалидов в России, которые вы видели, можно смело умножать в два, может быть, даже в три раза, может, даже больше. И что же эти инвалиды получают от сердобольных граждан? Да все, что заслужили на самом деле, как оккупанты и как убийцы. Плевки в спину, палки в колеса, издевательства, или в лучшем случае такой холодный игнор явный. Отличное общество построили, я считаю. И тут можно было бы пуститься в любимые украинские рассуждения о том, что да, они все такие, они всегда были такими, и все россияне, да, и все это лежит в самой глубине этой загадочной русской души, но кто поднял всю эту волну Овна из загадочной русской души, из ее глубины? И кто на этой волне пытается серфить? Никто, как Путин, никто другой не приблизил НАТО к российским границам. Никто, как Путин, не делает ничего, не делает много для того, чтобы Россия в итоге развалилась. Россия ждет развал после постпутинского времени, Россия ждет гражданская война. И все это дело рук одного человека, Владимира Владимировича Путина. Никто другой не делает столько, ну, гадостей, я не знаю, там, не приносит бед самим россиянам, как Владимир Путин. Россияне этого не понимают, потому что одурманены пропагандой, одурманены деньгами и откупом от российской власти, соответственно, поэтому и закрывают глаза, и знать большинство не хочет вообще о какой-то войне, когда это не касается, например, других. Но тем не менее, главный виновник всех бед России, российского народа, сегодня является Владимир Путин. Именно этот человек делает все для того, чтобы уничтожить Россию. И это, конечно, так. Без каких-то оговорок. Но ведь есть одна маленькая проблема. Этот прыщ кремлевский, он сам по себе не исчезнет. И вопрос тут к элитам, обладающим ресурсами прекратить все это сумасшествие, совершенно такой же, кстати, вопрос, как и к Ширнармасову, делать что-то будет, совершенно точно, ясно, известно, понятно, достоверно, что в российской элите хватает людей, которые, мягко говоря, не согласны с линией, которую ведет Плейшфюрер. И не хотели бы идти по дороге, которую он для России выбрал. Существует ли среди тех, с кем он лично контактирует до сих пор, те люди, которые захотят его убрать? Ну, мне кажется, это зависит от того количества глупостей, которые он делает. А все-таки это количество все увеличивается и увеличивается. И далеко не все, так сказать, высшие чиновники в России думают так же, как и Путин. Понятное дело, что есть там какой-нибудь Юрий Ковальчук, который, по своим взглядам, очень близок к Путину. А вот даже по поводу Патрушева я бы уже немного посомневалась. Насколько он так же сумасшедшим, так это может показаться по его статьям, которые он выяснил. Мне вообще кажется, что многие из тех, которые косят по каким-то совсем сумасшедших идиотов, таковыми не являются на самом деле. А это такая же маска, как в свое время была у Жириновского, который был достаточно рационален и разумен вне вот этой своей маски, которую он всем разыграл. И вот вопрос к ним, вот этим, к поправляющим маске. Как я уже сказал, этот вопрос такой же, как и к Шернер-Массам. Делать мы что-то будем? Или будем так же в носу ковыряться и в потолок плевать? Потому что пока вы исследуете недра своего носа, пытаясь его очистить для поиска направления ветра, Путин строит то, что даже название не имеет, но и имеет четкие характеристики. Контина де Лаки выдала такой феерический анализ, что хочется и аплодировать, и аплодировать. Вот право. В этой связи у меня всего один вопрос. Не, не по поводу строительства страны для людей. Эта страна уже давно построена. Просто список людей, для которых эта страна построена, он такой очень ограниченный, короткий. И даже не по поводу среднего класса, программы повышения рождаемости, вот с их этих благоглупостей. У меня вопрос. А Тине кто-то объяснил, что такое национал-социализм? Давайте посмотрим еще раз ее пост. Вот это вот, национал-социализм. Она о том, что отныне Путин будет строить в России Германию 30-х годов прошлого столетия? Она-то по недоумию сказала? Или ей просто так объяснили? Или что? Единая Россия будет переименовываться в национал-социалистическую рабочую партию России? И кого будем делать виноватыми в страданиях простого рабочего народа? Ну, в смысле, в кого? В концлагеря сажать будем. Очень интересный пост. Кстати, по внешней политике я совершенно не согласен. Что значит? Внешняя политика в России – это источник постоянных обновлений. Вот взять хотя бы ПМФ, да, вот этот экономический форум в Питере. Вот кто бы сказал еще три года назад, что в Питере с Помпой будут встречать Талибан, а? На экономическом форуме. Талибан. Нет, у них, конечно, развитое сельское хозяйство, но такое, довольно специфическое. Кто там у нас еще, а? Я не могу с первого раза выговорить, поэтому сейчас я подсмотрю, да, на секундочку. Мнангагва. Мнангагва. Это не ругательство, это не заклинание африканское, это президент Зимбабве. Хотя, честно говоря, не факт, что Мнангагва – это не заклинание. Его, кстати, дома обвиняют в том, что он магию использовал. Мнангагва. Приехал, кстати, унылый додик. Это, опять же-таки, не обзывалка, а фамилия президента сербской части Боснии и Герцеговины. Ну и на пони приехала Кнайси. Это вот этот вот баба-мужик, с которым Путин танцевал, помните, да? Ее пони еще самолетом Минобороны РФ перевезли из Австрии в Россию. Вот реально, три года назад их бы на ПМФе не видели, а теперь хедлайнеры прямо, дорогие гости. И, кстати, не спрашивайте, что у Путина с Эмбалом. Эмбала – это президент Гвинея Бесау, он в Питер не приехал. Есть в Гвинея Бесау более важные дела. Ну, то есть, россияне бабла зажали. В общем, квинтэссенцией новой российской внешней политики является, на самом деле, вот эта вот фотография. Это старый конь с орденом жеребца. Смотрите, у Путипала даже некое подобие улыбки на морде, да? Э, приятно старому коню, что его где-то жеребцом считают, а? Че вы что? А кому было б неприятно? И че? Россияне, как вам, идейка, жить в стране, где строят национал-социализм и где чествуют мгангву? Просто история, как бы, уже не намекает. Она вот прямо вот так вот показывает, вот так вот, на гитлеровскую Германию. И чем она закончила? На кой вам идти национал-социалистическим строем в ногу с додиком? И я сейчас не о президенте сербской Боснии и герцеговины. К краху всего этого чудовищного гомункулуса, которым является Российская Федерация. Вот на секунду представьте себе, что Москвы нет. Нужен на Дальнем Востоке талибанский сельскохозяйственный опыт по выращиванию опийного мака? И вообще, вот нужны вам во Владивостоке талибы? Или в Новгороде волнуются, что с эмбалом? Да, конечно, нет. Если Москва останется такой, как сегодня, исповедующий абсолютно тоталитарный способ правления, то многие территории, исконно тяготеющие, ну, например, Санкт-Петербург, Псков, Новгород, вообще весь Северо-Запад, которые тяготеют к Европе исконно. Петербург строился как европейский город, как самый европейский город Российской Федерации. Псков и Новгород имеют долгую историю демократического управления. Карелия наполовину – это вообще бывшая Финляндия. Поэтому если посмотреть, где есть исторические предпосылки быть Европой, то достаточно много территорий, которые захотели бы быть в хороших отношениях со своими европейскими соседями. Кстати, у Ингрии будет очень красивый флаг. Очень. Желтый фон, а на нем синий скандинавский крест с красной оконтовкой. Очень красиво. И жить в Ингрии будут красиво, спокойно, зажиточно, по-европейски. Без мгангвы или как-то нового. И без войны. С Казахстаном, с Украиной. И не только в Ингрии. Повсюду. В странах, которые сейчас входят в путинскую Россию. Будут жить нормально и без войны. Смотрите, ребят. В Украине, пока ваше пляшивое чмо не решило, что пора повосстанавливать Советский Союз, жизнь шла вполне себе нормально. Рос уровень жизни. Создавались проекты. Вращивался хлеб. Варилось пиво. Пирожные делались. Строились новые дома. Ремонтировались старые дороги. Хуже, лучше, но нормально. Даже когда Путлер попытался откусить кусок нашей территории, нам было больно. Но уровень зарплат вышел практически на российский уровень. Мы начали ездить без виз по всей Европе. Мы постепенно строили наш уютный улей. Пока в него не залезли вы. Своей блохастой, зубастой медвежьей имперской головой. Так что, когда украинцы вам говорят, что все у вас в Ингрии или Татарстане будет нормально, когда Россия гавнется, мы знаем, о чем говорим. Мы вас в БНР, в Курской народной, не знаю, в ростовском казачьем государстве не бросим. Мы должны быть готовы, что в случае реализации этого сценария, Украина будет принимать участие в формировании построссийского пространства. И это правильно, на самом деле. Соответственно, нам придется играть проактивную роль не только как участника каких-то внутриполитических процессов в новых независимых государствах, которые мы говорили в России. Быть спонсорами безопасности для территории. Быть союзником в случае конфликтов в средине образования новых. Да, да, да. То есть это наша политика на Капказе, как она должна промерваться с учетом этой позиции. Как мы должны взаимодействовать с территориями, которые находятся в наших границах. Мы получаем ставку внутри. То есть это огромное количество вопросов, на которых пока у нас нет адекватных ответов. Да, да, да. Все будет нормально. И надо уже начинать что-то по этому поводу делать. То есть уже давно надо было. Ну окей, начинайте хоть сейчас. Потому что альтернатива этому – жизнь в национал-социалистическом государстве, где будут править бал вот эти. Для себя обнаружил, что практически где-то 50-60% обеспечения углеводородами всей Европы находится в Голландии. Представляете, что тут в Голландии? Вот на побережье у военных называется крайне жирная цель. Здесь каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для тех, чтобы Европа просто встала на коллеги. Причем это дело одного дня. С минимальным расходом я делаю боеприпасы. С минимальным. Но ядерно. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну и чего от этого бояться надо. Бабр-бабр. Конечно, ядерными. Конечно, бурл-бурлит как чайник. Так и вижу в уставе вооруженных сил Российской Федерации понятие жирная цель. Каталог жира на цели. Додик, ты не в ресторане. Вот эти вот будут рулить страной. Вот они. Нравятся? Вот эти вполне могут сделать так, чтобы все сгорите в ядерном огне. Гитлер, если бы у него была ядерная бомба, он точно ударил бы ею по Лондону. Вот и эти могут ударить. Никуда не попадут. Это как пить дать. А вот в ответ прилетит так, что мама не горюй. Плюс концлагеря, гестапо и прочие прелести национал-социализма. Надо вам такое? Вот и я думаю, что не надо. Поэтому начинайте шевелиться. Давайте. Время уже пришло. Я понимаю, что непонятно. Непонятно как. Непонятно, что делать. Я понимаю, что страшно. Но надо. Для кого-то вот это постоянное чувство страха, наоборот, может в определенный момент выступить таким мобилизующим фактором. Да. Сколько тут можно бояться? Давай я уже тебя самого, сука, грохну. И уже там либо пропал, но по крайней мере я рискну. То есть вот словно говоря, ведь все те, кто смотрели на Пригожинский мятеж после того, как Пригожина взорвались в валюте, я уверена, что больше половины подумали, эх ты, Женя, дурачок, попробовал бы дойти до Кремля, вдруг бы у тебя получилось. Да, да. А так тебя убили и все. И ты даже, у тебя даже не было шансов выиграть. То есть в такой ситуации всегда лучше иметь этот шанс. Пускай тебя убьют в открытом бою, чем, так сказать, взорвут или где-нибудь отравят, или то же самое с Навальным. Но вот как бы елки-палки, тебя просто отравили в тюрьме, и у тебя даже не было шанса побороться. Да. И вот все эти примеры должны показывать другим людям, что слушайте, ну надо что-то делать, надо по крайней мере попробовать, надо по крайней мере получить в руки этот шанс. Это, кстати, касается не только россиян, но и тех, кто нас смотрит в Европе. Сейчас вот неожиданно было, да? А тем не менее. Страшно. Непривычно. Особенно после золотых лет вот этой после холодной войны снова возвращаться к ее инструментам, в том числе и во внутренней политике. За 30 лет без угроз толерантность стала частью натуры, частью европейского менталитета. Но тут есть одна проблема. С привычной для Европы толерантностью невозможно победить вот это. Должны взрываться военные заводы, склады по всей территории НАТО, если там производится и находится оборудование, предназначенное для удара по России. Хотите Третью мировую войну? Вы уже находитесь в ней. И очень хочется, я понимаю, я чувствую, что очень хочется от всего этого отмахнуться и сказать себе, да ну, это же просто пропаганда, это просто слова, это просто треп, но нельзя. Потому что уже сейчас в городе Скоржиско-Каменна, Свентокшисского воеводства, в Польше, люди убедились, что это все не треп. На польском военном заводе МЭСКО, выпускающем вооружение, в том числе для Украины, произошел взрыв. Сообщается, что взрыв произошел в центре ракетного топлива, после чего возник пожар. Внутри центра находились три человека. Один выбрался из помещения самостоятельно, двоим пришлось оказывать помощь, одного из работников не удалось спасти. И я снова понимаю, что очень хочется сказать, ну ведь, даже если это так, это же все Путин, это все ГРУ, это все ФСБ, это все Мишкин и Чипига, мы их точно узнаем. А вот эти вот наши ребята, которые приехали из России, спасаясь от Путина, там соседик новые, они же не такие, они же хорошие. Да, скорее всего это так. Но, а что вдруг, если нет? Люди, которые живут за границей, и российские граждане преимущественно поддерживают Путина режим и являются пособниками этого режима. И это уже там другая история, это они представляют угрозу национальной безопасности любой страны, в которой они проживают. И если сегодня кардинально не решать вопросы с россиянами, находящимися за рубежом, потом будут очень-очень печально и большие проблемы. Именно эти люди, по большому счету, будут рисовать кресты на зданиях жилых домов, как это делали кремлевские агенты в Киеве и других городах, наводя путинское оружие в первые недели полномасштабного вторжения. Именно эти люди на Западе будут эти кресты рисовать. Заметьте, вот сейчас это очень важно. Вот это вот, говорю не я, украинецкий, влянин, это говорит русский оппозиционер Андрей Сидельников, родившийся в Москве. И мне кажется, что к его мнению можно прислушаться. Россия потратила последние минимум 15 лет на построение развитой сети прямых и непрямых агентов в Европе. Россия заложила десятки, если не тысячи консервов. Какое количество таких консервов выехало из России осенью 2022 года, знает только ФСБ, СВР и ГУГШ. Может быть тысячи, а может быть десятки тысяч. Если вы гражданин, например, Германии, искренне поддерживающий свободный мир, демократию, Украину, вы должны отдавать себе в этом отчет. Потому что Путин совершенно точно делает ставку на то, что он считает слабостью демократии, толерантность и нерешительность. Точнее, то, что он считает нерешительностью. И он искренне боится и не хочет того, чтобы Европа снова вернулась в состояние, благодаря которому она вместе с США выиграла холодную войну. Собранность, внимательность, нацеленность на победу и четкое понимание, кто враг. Этого он боится, а не вот этого. Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носители, они получат тактическое ядерное оружие. И не применут, в отличие от нас, им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. Вот это все, это для внутреннего пользования. Общий враг, угрожающий нашему национал-социалистическому райху. Сплотимся вокруг фюрера. Хайл Путин! Правда, после канделачьего поста или текстов Караганова про авторитарный социальный капитализм, это Хайл Путин уже не звучит так комедийно и гротескно. Вот тут и оно. Мы в Украине это не просто чувство, мы это знаем. Это практический опыт столкновения с истинным лицом путинской России. А с зверелой дикарской мордой. Вот с чем мы боремся вот уже более двух лет. Вот что мы должны победить и победим. Вот почему мы делаем для победы все возможное и невозможное, даже доселе невиданное. Например, удары в глубину российского тыла. Удары по загоризонтным РЛС, по НПЗ, по заводам. Для нас очень хорошо, потому что это поднятие боевого духа. Это демонстрация нашей силы, наших возможностей, наших способностей, которые только развиваются. Безусловно. Мы демонстрируем, что в принципе Украина прогрессирует, что в 2022 году мы не могли еще так действовать, сейчас мы уже можем. Значит, мы наращиваем, значит, мы движемся вперед, значит, у нас появляются возможности. Значит, наш ВПК работает, значит, мы можем достать, в принципе, и станции раннего обнаружения, и за горизонтные радары. И это все и в глубине российской территории. И эта ракета стоит не 5 миллионов долларов или 10, а этот дрон за 140-150 тысяч долларов. Конечно, это мотивирует. И мотивирует не только нас. Да, медленно, да, с непонятными нам на линии фронта играми, в политикумах, со странной риторикой. Но и Европа, и США, я в этом абсолютно убежден, проходят этот путь. Почему медленнее, чем Украина? Мы уже много раз говорили об этом. Наверное, когда-нибудь поговорим еще раз. Если надо объяснить еще раз, то дайте просто знать в комментариях под этим видео в Ютубе. Сейчас главное, что этот процесс идет. Я просто напомню, что в 1968 году Израиль купил за деньги у Франции 50 истребителей «Мираж». И так и не получил ни одного из них, потому что Франция ввела эмбарго против Израиля. Вы все еще уверены, что нам стоит попрекать Запад медлительностью движения по тому пути, который они проходят? Вот и я не уверен. Нам свое обойти. Огонь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok